Коллеги и друзья! С открытым сердцем и добрым словом! Так назывался День открытых дверей, посвященный пятилетию образования Центра социального обслуживания населения Северного округа. Его участниками стали представители районной администрации, общественных организаций, специалисты социальных служб округа и их подопечные. Всем известно, что в социальной службе случайных людей нет. Специалистами Центра оказывается социальная помощь в любую непогоду, не считаясь своим личным временем, своими какими-то жизненными проблемами, тем, кто очень нуждается в этой помощи, бескорыстно даря тепло своих сердец вашим подопечным. Работу социальной службы сложно переоценить, ведь она охватывает все группы населения. Это и семьи с детьми, и пожилые люди, и инвалиды, словом, все те, кому нужна посторонняя помощь. За пять лет специалистами ЦСОН Северного округа были сделаны тысячи добрых дел. Я с большим удовольствием хочу поздравить вновь созданную, реорганизованную автономно-некоммерческую организацию с пятилетним юбилеем. И хочется отметить, что в этой молодой организации работают люди с большим жизненным опытом и открытой доброй душой. Более тысячи жителей Сергеевского района на протяжении пяти лет ежемесячно находились на социальном обслуживании и являлись получателями социально-бытовых, медицинских, психологических и других услуг. За это время оказано более 2 миллионов 300 тысяч гарантированных услуг и более 400 тысяч дополнительных. Очень давно уже я пользуюсь этими услугами. Я вообще-то здесь в Сергеевске не так давно, 2 года как. Но еще в Самаре я начинала, у меня все это было. А здесь то же самое, я получаю те же самые услуги очень хорошо. Я, например, очень довольна, потому что я на самом деле нуждаюсь, как видите, да? Вот, и вот у меня нет претензий к нашему соцработнику, потому что старается, видно, что с душой. В этот праздничный день лучшим специалистам Центра социального обслуживания населения Северного округа были вручены заслуженные награды за добросовестный труд. Не забывают про нашу службу, помнят все, помогают очень хорошо и поддерживают. Вот это самое главное, потому что сейчас наше население, ну старые люди, даже молодые, в большинстве случаев чувствуют себя одинокими. И в наши обязанности же ведь не только входит прийти, принести продукты, но еще как-то поддержать, согреть друг друга теплом. Да просто пообщаться, потому что иногда бывает мы ближе даже, чем родные люди. Торжественная часть мероприятия завершилась флешмобом, после чего гости праздника смогли посетить тематические палатки, где для них прошли мастер-классы по адаптивной физкультуре, консультации по рациональному питанию, когнитивные и психологические тренинги. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...